Слово! Сегодня из Евангелия от Иоанна. Всю эту историю полностью. Евангелие от Иоанна, 9 глава. И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики Его спросили Него, равен, кто согрешил, он или родитель Его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители Его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего Меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет мира. Сказав это, он плюнул на землю, сделал бренье с пряновения и помазал бреньем глаза слепому. И сказал ему, пойди умойся в купальню с Иоанну, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячий. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который просил? Сидел и просил милости. Иные говорили, это он, а иные похожи на него. Он же говорил, это я. Подтверждал, да, это я. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ, человек по имени Иисус сделал бренье, помазал глаза Мои и сказал мне, пойди на купальню с Иоанну и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. Повелись его бывшего слепеца, фарисея. А была суббота, когда Иисус сделал бренье и отверсток ему очи. Спросили его также и фарисея, как он прозрел. Он сказал им, бренье положил он на мои глаза, и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Своё понимание религиозное. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? Ну правильно, резонный вопрос. И была между ними раска, то есть между их учителями. Опять говоря слепому, ты что скажешь о нем? Потому что он отверст тебе очи. Он сказал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей всего прозревшего. И спросили их, это не ваш сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым. Как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ. Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто вверст ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных ответах спросите самого. Пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от сына бога. Посему-то родители его и сказали. Он в совершенных летах, самого спросите. И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему. Воздай славу Богу. Мы знаем, что человек грешник. Он сказал им в ответ. Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его, что сделал он с тобой, как отверстие в твои очи. Отвечал, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? И вы хотите сделать за его учениками? Они же укоряли его. Укоряли его. И сказали, укоряли его и сказали. Ты ученик его, а мы Моисеев ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Всего же не знаем, откуда он. Человек, прозревший, сказал им в ответ. Это и удивительно, что мы не знаем, откуда он. А он отверст не очень. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. Отверг не слыхано, чтобы кто отверг с отчисли порожденного. Если бы он не был под Богом, не мог бы говорить ничего. Сказали ему ответ. Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему. Ты веруешь ли в Сына Божьего? Он отвечал и сказал. А кто он, Господи? Чтобы не веровать в него. Иисус сказал ему. И видел ты его. И он говорит с тобой. Он же сказал. Верую, Господи. И поклонился ему. И сказал Иисус. На суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепыми. Услышав это, некоторые из парисеев, бывших с ним, сказали ему. Неужели и вы слепы? Иисус сказал им. Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Вот так вот. И дальше мысль продолжается. Уже следующая глава, 10 глава. Одной мысль продолжается. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью, входит во двор овчий, но перелазит инуди по двор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овца. Ему преддверие отворяют, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. А за чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус. Но они не поняли, что такое он говорил им. И так опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овца. Все, сколько их не приходило передо мной, воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я, если дверь, кто войдет в мою, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажет найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы в мире жизни, жить не с избытком. Я есть пастор добрый. Аминь. Вот оно, послание Христово, послание-то, что он есть пастор добрый. Он есть действительно свет этому миру, как я сказал, дверь, которой войти должны. И сам этот пастор добрый, который ведет нас за собой. И он, знаете, исцелив того слепорожденного человека, он слепого, от самого рождения слепого, он показал чудо такое, знаете, не просто неслыханное, а созидательное, которое действительно Бог демонстрировал всему Исраилю, показывал тем самым, что он посетил свой народ. И не просто, а вот как в пророчестве говорится, Эммануэль, Эммануэль, Бог с нами Бог. Вот, что Бог посетил свой народ, пришел в свой народ и благословил. И вот, к сожалению, не веровали многие. Ну, разделились. Даже среди вот тех же фарисеев, среди вот тех же, как бы, там, людей, там, предашних служителей, да, вот, ученых, религиозных людей, спор происходил, потому что кто-то верил, кто-то не верил, кто-то цеплялся к словам, его подлавливали, даже на словах подлавливали его, специально подславали, там, вот, там, там, сколько случаев таких описано, там, то, значит, подславили человека, что, мол, позволительно, я говорю, о, здесь в Кесаре платить вообще, нужно ли платить на луне, он писать. Конечно, провокация. Скажешь, не платите, то тут же арестуют, вот, скажешь, вот, обвинение есть такое. А скажешь, платите, то, а тогда, значит, Израиль будет под оккупацией вообще, вот, значит, не патриот, значит, ему подлевать на свою страну, значит, на народ. Значит, это вот уже, как бы, и не поймешь, вот, как ответить, и, слава Богу, Иисус, он ответил очень так вот умно, ага, Кесаре, Кесаре, вот, а Богу Божью, то есть, все, как бы, уже не подкопаешься, ну, вот, платить на луне, ну, да, Кесаре, вот, давайте, отбать Кесаре, что-то, а Богу Божью, вот, так, то есть, это, как бы, два разных царствия совсем, совсем. Вот, там другой случай, там, когда женщину хотели пробить камнями, и тоже его спрашивают, а как, что ты, что ты скажешь? Ну, вот, потому что убийство, это должно быть, опять-таки, римскими властями оккупационными, одобряемо, то есть, сам, если бедный еврейский суд не мог вынести такую смерть, он должен был все равно быть утвержден там, римской властью, потому что, ну, оккупация. Вот, если бы была независимая Израиль, так что независимый государство, да, то там они сами порешили, приговорили и пробили, то есть, как бы, по закону Моисея. А здесь, как бы, заодно Моисея это одно, а, значит, римская власть это другое. Римскому суду, знаете ли, не подплевать, что там, значит, Моисей говорил, и кто-то еще говорил. Вот, знаете ли, римский суд творил свой суд, будет так говориться. Если бы они убили женщину по своему суду, как бы, да, еврейскому, вот, то, значит, опять-таки, с точки зрения римских властей, оккупационных властей, это беззаконие. Всех участников приговорили бы тоже, вот, значит, там, к разному роду наказаниям. Вот, включая, даже есть как-то приговор. Вот, потому что должно быть обведение только по суду. А по римскому суду за прелюбодеяние не убивали. Могли бы, ну, в лучшем случае, там, что, а штабовать кого-то могли. Вот, но не убийство было за подобное. Вот, опять-таки, Иисус тоже был, как бы, вот, перед выборами. Провоцировали специально, как бы, хотели найти повод к обсуждению. Вот, но, значит, и здесь не нашли ничего. Все, вам приветствую. Вот, нашли, не нашли ничего. Почему? Приветствую. Потому что, потому что, да, в будущем это с ней даже. Вот, в принципе, я довольно-таки свежо. Вот, а почему не нашли? Потому что Иисус тоже, опять-таки, в той ситуации очень мудро ответил. Вот, значит, кто без греха, брось камень, и все. Получается, не ответил, как бы, да, и избежал этой провокации. Когда же. Вот так, слава Богу. Хорошо. Это я сейчас как раз зачутил из Евангелия Теана. Значит, девятая глава. Спасибо.